Познакомимся с прекрасной, но очень капризной дамой. Я имею в виду не Дарью Богдашкину, а нашу коллегу, а петербургскую погоду. Конечно, о которой Даша нам расскажет. Даша, доброе утро. Даша вообще не капризная. Доброе утро. Привет, совершенно. Доброе утро, коллеги. Спасибо, Люда. Доброе утро, Петербург. Ну что ж, Март вначале действительно нам подарил теплые, хорошие деньки, солнышко. Но нет, это была, друзья, пока что не весна. Пока что зима продолжается. Вспоминаем вчерашний день со снегопадами. Надеюсь, вы, как и я, лепили снеговиков и бросали снежками. Вчера именно этим я занималась, например, со своим сыном. Сейчас снегопад прекратился. Но, друзья, таких сугробов я не видала даже зимой. Честно, живу за городом, еле-еле пробиралась к железной дороге. Поэтому, друзья, главный совет к этой минуте. Пожалуйста, закладывайте время на то, чтобы расчистить машину свою. Потому что на них сейчас выросли большие сугробы. Да и вообще, чтобы расчистить дорогу к ближайшей остановке, к ближайшей станции метро или к ближайшей железной дороге, как в моем случае. Сейчас это довольно сложно сделать. Ну, а, кстати говоря, о станции метро. Не случайно я сейчас нахожусь рядом с Ладожским вокзалом, недалеко от станции метро Ладожская. Я напомню, что станция метро Ладожская закрыта с 4 марта на 11 месяцев на капитальный ремонт. И сегодня, первый рабочий день, жители Красногвардейского района пришли сюда и думают, как же добираться до работы, до учебы. Об этом информируют волонтеры, которые работают здесь, рядом со мной Елизавета. Волонтер, вот она, готова, помогает. На моих глазах уже проинформировала многих жителей. Спасибо вам, Елизавета, за это. Ну, расскажите, пожалуйста, вообще, какая здесь сейчас обстановка у Ладожской? Нет ли транспортного коллапса? И вообще, многим нужна помощь? Да, здравствуйте. В целом уже обстановка достаточно спокойная. Людей предупреждали об изменениях транспортных маршрутов заранее. Конечно, есть еще люди, которым необходима помощь в информации, скоординировать их потоки. Но для этого мы и здесь. Есть люди, которые, может быть, стесняются немного подходить. И тогда, если мы видим, что они замешкались, мы подходим сами и рассказываем, может быть, вам помочь и координируем. По транспорту все достаточно спокойно. Коллапсов не замечается. Отлично. Я вижу, что здесь есть тоже вот такие информационные вывески, на которых, во-первых, тоже написано, какой транспорт, какие маршруты сейчас есть. Вообще, как город подготовился к тому, что Ладожская закрыта? Ну, подготовка, конечно, была организована заранее. В целом, о том, что Ладожская закрывается, сказали, если мне не изменяет память, точно за месяца два. Вот. Было организовано усиление около 50 маршрутов. И большинство маршрутов готовились также заранее. То есть для людей, чтобы это не было стрессом, транспорт начал потихоньку менять маршруты, организовывался поток трамваев, чтобы не было никаких стычек или проблем в проезде. Вот. К тому же на каждых остановках, на стендах есть информация, как вы уже сказали. Есть информация на сайте организатора перевозок, была информация в социальных сетях. То есть город готовился к этому заранее, чтобы для людей это не было стрессом. Ну, а уже к моменту закрытия Ладожской, заранее, с 3 марта, позвали нас, волонтеров, чтобы мы уже на месте, на конкретных точках, где максимальное количество людей, мы координировали потоки жителей и гостей Санкт-Петербурга. На каких точках вы конкретно стоите и до какого числа будете помогать жителям? Мы будем помогать до 7 марта включительно. То есть у нас первая и вторая смена в часы, в час пика. На точках у нас много точек, я точно даже не смогу назвать все. Но я точно знаю, что это у площади Александра Невского, метро Александра Невского, это Заневский проспект, это Ладожская, Новочеркасская и везде точек несколько на каждом объекте. Вот, у нас минимум по 2 волонтера стоит обычно на точках, то есть работа делается. Отлично. Елизавета, ну здесь вот у нас люди входят и выходят, потому что это, собственно, не вход в метро, а с вокзала, да? Да, именно так. Здесь на вокзал, с вокзала проходят, поэтому, да, люди идут, идет поток, а вот рядом, где вход на станцию метро, там, конечно, закрыто. Еще хотела показать обязательно, что у вас есть специальные, да, вот такие вот материалы тоже, где все отличается, и это тоже можно увидеть на сайте, в интернете, вся информация есть. Да, вся информация предоставлена. Нам данную памятку высылали отдельно волонтерам, чтобы мы могли непосредственно ее быстро распечатать, а для людей информация предоставлялась на сайте организатора перевозок, где можно было зайти в сети интернет, по сайту перейти, там была точно такая же информация, просто именно на странице сайта. Для людей, наверное, которые не пользуются сетью интернет особенно активно, можно всегда было позвонить по номеру круглосуточному и узнать информацию от оператора. Спасибо большое, Елизавета, спасибо за вашу работу. Друзья, ну что ж, вы видите, всю информацию можно найти в интернете, пожалуйста, разрабатывайте маршрут следования свой заранее, особенно это касается жителей Красногвардейского района, ну или вот подходите к волонтерам, они вам обязательно помогут. Коллеги, передаю вам слово. Даша, спасибо большое, от нас, пожалуйста, поблагодари прекрасных девушек и молодых людей, которые как феи дорог помогают петербуржцам сориентироваться вот в этих вот транспортных изменениях. Благодарим Дарью Багдашкину.